всем привет меня зовут артем и сегодня я продолжаю делать обзоры на различные танки сегодня же опять будет советский танк но в отличие от предыдущего танка т-34 который был средним танком сегодня будет из 3 этот тяжелый танк из аббревиатура из означает иосиф сталин и как любой театр начинаться с вешалки свой рассказ я начну с башни башня в отличие от своего предка иса у которого башня была с углами куда кстати танк пробивался а в основном все туда иметились то в отличие от его предка у иса 3 башня была обтекаемая что давала значительное преимущество в рикошетах то есть если снаряд попадал то он либо застревал либо отлетал либо просто проходил скорость дальше а я начну со ствола ствол был 122 миллиметровый на тот момент это был самый самый лучший ствол именно для этого танка и что же хотел еще рассказать о стволах а как как вы можете много знаете а может кто-то и не знает а у самолетов обычно подбиты танки противника им все клеились отметки на корпус танк на корпус самолета но но у танков отметки клеились именно на ствол у советских это были звезды красные у у китайских тоже у у немецких танков это было три полоски у французских 2 у америка это была белая звезда а теперь начнем вообще про сам танк сам танк был длиной около 9000 сантиметров но это вместе со стволом вообще что хотел рассказать о экипаже в экипаж всегда было четыре человека сзади сидел радист а в башни башни то есть где башня крепилась там сидели два человека это был наводчик а и сам заряжающий а а впереди а впереди как раз таки сидел сам механик водитель какой же самое опасное место у этого танка сюда у танка есть несколько особенно слабых мест это возле боевой укладки потому что при прямом попадании и взрывании боевой укладки танк просто взрывался самое опасное место именно в этом танке это было у механика водителя потому что он сидел там именно где был нижний бронелист и верхний катанный лист и они сваривались но если пробить в катанный лист именно танк просто мог пробиться и как раз таки член экипажа мог либо погибнуть либо контузиться вообще что еще хотел сказать про углы вертикальной наводки многими просто что это такое вот представьте танк заезжает на гору американские танки как только они заезжают у них ствол мог опускаться и они видели все что происходит непосредственно за бугром но чтобы на советских танках им приходилось и весь танк перевалить через этот бугор чтобы увидеть что происходит там и вообще я хотел сказать что эта танка была самая странная про и самое странное использование то что этот танк был выпущен именно в тот момент когда точнее в мае 1945 года то есть когда уже война на тот момент заканчивалась этих моделей было выпущено ока около 147 два танка была выпущена про чтобы показать а все все величество советского танкостроения остальные 145 танков были выпущены обратно на завод это все что вам хотел на сегодня рассказать с вами был я артем подписаны краски и ждите новых выпусков и собственно я хотела добавить одну функцию чтобы вы если вы хотите чтобы сделать на какой-то определенный танк обзор то пишите в комментариях всем пока